всем привет сегодня у меня видео о посылочке из магазина иголочка комьюа ссылочку на магазин я оставлю под видео я уже рассказывал про этот магазин не один раз там можно купить наборы украинских производителей по доступным для нас россиян ценам а я уже не первый раз делаю заказ в этом магазине и девочки действительно мне все очень нравится спрашивали вы про доставку доставка оплачивается только пересылка по россии 390 рублей я заплатила из белгорода пришла посылочка то есть там пересылка недорогая для нас россиян вот и какую я обнаружила там классную услугу у меня была трансляция и я получила наборчики которые в которых не было бисера вот и мне олег подсказал что там на сайте можно заказать подбор бисера девочки подбор бисера стоит всего там два рубля с копейками то есть эта услуга стоит вообще копейки и вот вам подбираю для наборчиков бисер вот видите я сейчас покажу для каких именно процессов мне подобрали бисер причем вот видите он по весу вот здесь вот написано новогодняя игрушка сейчас я вам покажу все эти игрушки которые я заказала заказала новых для меня производителей у меня таких не было и на наших российских сайтах мало представлено наборов этих украинских производителей поэтому для разнообразия я заказала разные мне интересно попробовать что это я видела девочки из украины вышивают такие наборы и я тоже захотела их приобрести так это наклеечка в подарок шла вот такая наклеечка я не распаковывала хочу вам показать как упаковано потому что до этого я вам просто показывала посылку хочу показать как упаковано вот так в картонной коробке все упаковано абсолютно ничего не помялось все приходит в шикарном виде это я сейчас отвечаю на вопросы которые девчонки мне под видео оставляют вот или в личку спрашивают и я сейчас пытаюсь ответить на эти вопросы в процессе того как я показываю посылочку так смотрите что мне в этой посылочки больше всего интересно это вот такая шкатулка я первый раз увидела такую шкатулку причем вот видите здесь выдвигаются ящички эта шкатулочка мне нужна для моей коллекции наперстков и вверх вышивается шкатулка комод для вышивки бисером или нитками сейчас мы посмотрим что входит в набор вот как мы видим здесь перечень фанерные заготовки 15 штук фетр одна штука инструкция одна штука бисером не комплектуется бисером не комплектуется но я заказала бисер отдельно сейчас мы откроем эту коробочку и посмотрим размер шкатулочки 260 миллиметров на 180 ну то есть получается 26 на 18 сантиметров вот и высота 13 миллиметров так посмотрим откроем еще вот такой есть наборчик у меня я честно говоря думала это салфетница но это не салфетница от фирмы wood stitch у меня от этой фирмы есть вот такой мышонок уже вышит и мне очень понравилась эта фирма я уже о ней рассказывала фирма напоминает волшебную страну но здесь на заготовках есть разметка очень удобно вышивать по разметке мне понравилось ну в общем и вот такой фетр здесь видите цветной идет по цвету подобранный мне очень понравилась эта фирма поэтому я еще заказала наборчик от wood stitch шкатулка у нас тоже от фирмы wood stitch сразу хочу сказать что шкатулочек там разных много это я выбрала именно такой цвет я очень люблю розы и очень люблю незабудки есть вот голубенькие цветочки похоже на незабудки поэтому вы конечно же можете на свой вкус выбирать я выбирала на свой вкус все перевязано все перевязано веревочкой так вот такой фетр желтенький такой фетр и вот такие вот деревянные заготовочки это так это у нас боковиночки но я сейчас собирать не буду потому что это займет какое-то время и я так понимаю что нужно ее будет склеивать эту шкатулочку когда она будет готова посмотрите какой красивый узор на боковинках я кстати не видела что здесь на боковинках вот такой красивый узор здесь на превью этого не видно вот видите она сфотографирована вот так шкатулочка и здесь не видно но очень красивый вот такой вот узор как будто выжжена я не знаю может нарисовано но похоже что выжжена очень тонкая работа я даже в очках сейчас не могу определить как будто это выжигание знаете раньше было модно выжигание даже были такие приборчики мы выжигали в школе вот может быть нарисовано не знаю но очень красивый узор в общем я сейчас отложу все детали в сторону не очень интересно крышка как она будет вышиваться в принципе я думаю что вам тоже больше всего интересная крышка вот она вот крышка здесь расположены дырочки но в общем то же самое что и на игрушках только большей площади вот большей площадью я не знаю сложнее ли будет вышивать на таком большом объеме или нет но очень хочется конечно же попробовать что получится в итоге и ну понятно да что когда мы все это вышлим то с обратной стороны мы при должны приклеить фетр так нужно еще определить где вверх где изнанка вот это скорее всего вверх потому что здесь вот видите разметка идет и вот так на шкатулке вот расположен рисунок так сейчас посмотрим схемку вот она схемка на схеме показано как вышивать но как видите а бисера в этом наборе нет бисер нужно заказывать отдельно и вот как видите я бисер сразу заказала вот тут написано комод нежные розы вы когда заказываете услугу подбор бисера там в комментариях к заказу пишите каким схемам вам нужен бисер я в этот раз заказала бисер абсолютно ко всем схемам которые мне пришли в этой посылке пришло мне достаточно много всего в общем сейчас продолжу буду вам показывать вес посылочки был приличный потому что на все процессы я заказывала бисер посмотрите сколько много всего вот такой магнитик какой магнитик он двухсторонний можно отдельно взять большие магниты и использовать вот этот тот магнит разделить как два магнита сделать если простой взять магнитик без картинки можно использовать как два магнита магниты эти от волшебной страны девчонки все кто заказывают волшебную страну то посылочка комплектуется намного дольше потому что сейчас поставки от волшебной страны абсолютно во всех магазинах и во всех группах идут с большой задержкой поэтому если вы заказываете волшебную страну то посылочку нужно подождать немного но все равно в течение месяца я посылку получила то есть если я волшебную страну не заказывала допустим вот следующем заказе посылка пришла быстрее вот но это все равно пришла в течение месяца то есть все равно не проблемно не очень долго а вот в принципе нормально заказала я органайзеры я уже показывала деревянные органайзеры мне они очень очень понравились и я их в дальнейшем тоже хочу использовать вот у меня много сейчас сэмплеров французская вышивка и вот такое заказала я органайзер для этих сюжетов смотрите тут бобиночки еще идут они идут в комплекте эти бобиночки вот видите органайзеры тоже от волшебной страны и и здесь идут еще наклейки вот наклейки но я наклейки не использую я прям на органайзере авторучкой опишу номера один два три четыре меленько пишу эти номера и они остаются вот в принципе если мелко написать вот допустим там черная авторучка то они не так уж будут бросаться в глаза в любом случае когда я мелко подписываю авторучки мне намного больше нравится как смотрится чем когда вот эти белые наклейки все равно вот эти белые наклейки когда нитки вытаскиваешь они все равно краешки где-то отходят и ну вот так некрасиво белая полоска с наклейками но мне не нравится мне нравится когда авторучка подписано вот поэтому эти наклейки я здесь не использую вот такой очень красивый органайзер посмотрите, с зимним рисунком я как раз сейчас вышиваю сэмплер от мадам Ляфи зимний ну и у меня есть вот такие наборы где зима, рябина снег, ну обалденные обалденные вообще органайзеры, вот я попробовала, мне понравилось их использовать, вот я заказала еще три как видите разные, да, я заказала осень, зима, вот и к французскому сюжету в общем, вот такой еще осенний органайзер и везде идут бобиночки в каждом органайзере, в каждом пакетике идут в подарок бобиночки, вот это фирменные вот такие, от волшебной страны они кстати разные, смотрите, здесь вот такая бобиночка вот так огрызок яблоко а здесь вот такие бобинки так, дальше что я заказала вот это для меня было новое необычное ну, как-то мне не попадалось это на наших сайтах что это такое, я сейчас вам покажу это пасхальные банты от фирмы верена вышиваются бисером я открывала уже эти банты сейчас вам покажу единственное, что как видите, они ярче, чем на превью то есть, вот здесь вот бледно-желтый цвет на самом деле ярко-желтый так же, как и здесь вот розовый поярче здесь вот указаны номера бисера так же вы можете заказать бисер в этом магазине в общем, бант для вышивки бисером длиной 140 сантиметров и шириной 11 сантиметров посмотрите, какой красивый пасхальный сюжет вышивается бисером и смотрите, как красиво аккуратно отделан край с обратной стороны фетр вот то есть, тут бант потоньше а вот здесь на краях он вот такой вот плотненький то есть, вышивать будет удобно с одной стороны и с другой стороны то же самое с другой стороны то же самое то есть, с двух сторон если вы, например, на стол ставите пасхальную корзинку на корзинку привязывается вот этот бант это очень стильно смотрится вы меня часто спрашиваете использую ли я вышивку в интерьере есть ли у меня прикладная вышивка нет у меня нет прикладных вышивок я не люблю пользоваться полотенчиками которые я вышиваю мне их жалко использовать а вот такой бант который вы достаете на праздник и вешаете на корзину я думаю, что будет прекрасно ну, то есть, его можно много лет использовать вот, потому что ну, мы же не вытираем руки да, как полотенцем или, например, сумка понятно, что каждый день когда мы носим сумку она потрется но вот такой бант это просто будет шикарно я два взяла Алине и себе я думаю, что Алине вообще в храме да, классно будет поставить корзину девочки присылают наборчики в корзину добра и как раз на такую корзину вот такой пасхальный бант и в праздник люди могут получить подарки я думаю, что вообще будет шикарно но у меня такая была задумка правда, Алина еще не видела эти банты вот, я с ней не согласовывала это дочка моя Алина вот, так что ну, я думаю ей тоже понравится она у меня верующая вот, и думаю, что вот такой вот тоже подарок пасхальный будет для нее уместный в общем, один бант будет для меня второй для Алины она выберет цвет какой ей нравится вот ну, и бисеры естественно я тоже заказала вот, посмотрите сколько много бисера вот бант пасхальный и вот бант пасхальный в принципе бисера достаточно много потому что вышивается с двух сторон этот бант ну, наверное все-таки не знаю тяжелые будут края или нет ну, когда вышью к пасхе то я вам расскажу уже свои впечатления вот и покажу как он будет смотреться на корзине но мне тоже очень интересно и фирма Верена для меня фирма новая вот, как раз попробую вот, хотя в принципе вот сейчас даже на первый взгляд я уже вижу что хорошо напечатаны цвета вот я сейчас смотрю значки очень хорошо различимы вот вроде как по размеру бисер тоже здесь нормально я не думаю что он будет толкаться вот потому что я бисера много вышивала вот так на первый взгляд вроде все хорошо пропечатано так что вот этих бантов там огромное количество там не только такие расцветки там очень много других расцветок и я думаю что для многих из вас это будет что-то новое необычное вот ссылочку для перехода в магазин я вам оставлю внизу под видео вот если вам нужно то переходите смотрите выбирайте они не очень дорогие эти банды ну и поскольку новый год и я не могла остаться без новогодних игрушек вот такие две игрушки от фирмы Барвиста Вышиванка я заказала мне очень интересно попробовать эту фирму я видела Маринка Прок вышивала наборчики от Барвиста Вышиванки у меня еще ни разу таких наборов не было и мне тоже интересно посмотреть попробовать что это такое также к этим новогодним игрушкам я заказала бисер вот видите все подписано все хорошо укомплектовано все в таких зип-пакетиках кстати я в наборах не люблю когда пакетики нужно разрезать и пересыпать их в зип-пакеты а здесь как раз все в зип-пакетах и вот видите номера бисера и вот в общем все подписано вот здесь вот идет ключ вот написано номера и на пакетиках тоже написано номера в принципе то что я заказывала отдельно заготовки и отдельно бисер все равно у меня получился полностью укомплектованный набор сейчас я открою вам вот эту заготовочку и покажу вам поближе вот видите заказала снеговичка он в красном цвете и вот такой вот домик здесь больше синего вот такие вот игрушечки видите все уже сшито ленточки вот ленточки видите с обратной стороны уже пришит фетр фетр жесткий по-моему там даже есть картон и для меня было удивлением что вышивать нужно вот так с верхней стороны не прокалывая изнанку я девчонки даже сразу не сообразила ко мне Аня приезжала в гости и мы с ней вместе разглядывали и она мне сказала что нужно цеплять только вот этот верхний слой вот ну в общем для меня это будет новый опыт я видела Маринка прок вышивала по-моему у нее были клач или что-то такое она вышивала помню только вот так нужно было верхнюю сторону вышивать и вот здесь то же самое мне прям даже интересно но вообще внутри что-то плотное наверное проколоть будет сложно вот ну в общем нужно как-то мне изловчиться и пришивать бисер вот так вот вообще я люблю вот таким способом вышивать единственное что здесь не так сильно гнется я не знаю удобно будет или нет но мне очень хочется попробовать вот видите уже все вот так аккуратненько сшито ну для меня вот это будет новый опыт прям даже не знаю как получится мне или не получится пришить вот ткань здесь такая тоненькая похожа на нейлон вот ну в общем вот такая вот будет игрушечка ну в принципе я шить умею я могла бы и сама шить может быть мне бы удобнее было сначала эту заготовку вышить потом оформить хотя с оформлением у меня проблемно проблемно в том плане что у меня долго лежат неоформленные работы я умею шить но не люблю и посмотрите какой здесь тонкий кант ну конечно вот так тоненько одной строчкой кант я не смогу пришить вот видите тут нужна специальная окантовочная машина чтобы вот такой очень-очень тонкий кант вот очень тонкий кант он пришит видите одной строчкой такой тонкий кант обычно пришиваем мы двумя строчками сначала с одной стороны потом заглаживаем на эту сторону пришиваем с лицевой вот а есть широкий кант который можно все-таки одной строчкой пристрочить вот но вот такой тоненький тем более здесь вот два слоя вот ну я думаю что очень сложно да не думаю а я знаю что очень сложно пришить вот такой тонкий кант одной строчкой так аккуратно вот ну в общем вот так единственное вот эти ленточки может быть они будут мешаться вот как-то нужно как-то нужно приспособиться вот вот здесь видите полная зашивка вот в этой игрушке идет полная зашивка а здесь вышивается только снеговичок ну в общем вот такие игрушечки и они уже с бисером ну и сейчас покажу вам голубей вот такие голуби я изначально думала что это салфетница обратите внимание на размер работы 20 на 17 сантиметров я сразу не обратила внимания на размер я честно говоря думала что это вот такие голуби размером как эта мышка но оказалось что голуби намного больше сейчас я вам покажу размер работы в общем когда будете заказывать внимательно смотрите описание но голуби шикарные я думала это салфетница на самом деле нет это вот такая вот игрушка на подставке но это я их называю игрушками вот ну сейчас посмотрим что входит в состав набора перфорированная фанера бисер пресиоза иглы бисерная нить фетр и цветная схема все вот так красиво упаковано в папочку и посмотрите какого размера какого размера эти голуби вот для сравнения мышонок вот и вот голуби ну в принципе вышиваться будет достаточно долго вот здесь с разметкой вот так они будут эти голуби выглядеть вот фетр такой две иглы игла одна длинная и одна покороче многие вышивальщицы любят бисером вышивать вот такими длинными иглами я люблю вот такой иглой вышивать поэтому это классно что в наборе две иглы ну также рекомендации и инструкция по вышивке пришивается монастырским швом ну как полукрестом да вот посмотрите в наборе идут ниточки я вот этот набор вышивала в две нити вот здесь чуть побольше ниточек чем у волшебной страны у волшебной страны там если в одну ниточку только вышивать то хватает если в две то не хватает вот этот набор я вышивала в две нити вот но мне не хватило прям буквально чуть-чуть не хватило То есть, все-таки тоже рассчитано, чтобы вышивать в одну нить. Но я люблю бисером в две нити вышивать. Ниточка такая шелковистая, очень скользкая. Мне удобно вышивать только в две нити. Но вот здесь вот больше ниток. Но у меня нитки есть отдельно. Я, в принципе, обычной швейной нитью тоже нормально пришиваю бисер. Но я использую, конечно, вот эту нитку, которая есть в наборе. Но отдельно я нитки для пришивания бисера тоже заказывала. Потому что я частенько вышиваю такие вот игрушечки. И у меня очень много от волшебной стороны наборов. Поэтому я дополнительно еще нитки в катушках заказала. В общем, все вот так по номерам. Все подписано. И вот видите, на подставочке. Ну, в общем, вышивается все как обычно, по схеме. Ничего сложного нет. И потом на подставку ставится вот так вот. Вот так все это ставится на подставку. Дело в том, что до этого я заказала салфетницу. Я, правда, не заказала к ней бисер. Я тогда еще не знала, что есть такая услуга заказ бисера. Вот. Я думала, это тоже салфетница. И что она поменьше. Но на самом деле вот такой вот большой наборчик. Вот вам для сравнения мышка. Ну, в общем, вот такая классная посылочка ко мне приехала. Надеюсь, вам тоже было интересно. Если вам видео понравилось, не забывайте ставить лайк. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока. Напоминаю, что ссылочка на магазин у меня под видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok